Всем привет! С вами программа Вузблог и я Ирина Аполлонова. Хотите знать, чем живут студенты Северного Кавказа? Тогда поехали! Начнем, как всегда, с самых интересных событий за неделю. Ставропольские пенсионеры сели за парты. В ИСКФУ стартовал пилотный проект Центрального банка России. Его задача – повысить финансовую грамотность пожилых людей. По задумке организаторов, семинары помогут слушателям сберечь и приумножить свои сбережения. Категория слушателей достаточно сложная. Прежде чем к ним прийти, наши преподаватели прошли психологическое обучение. Какой подход нужно к ним найти, что объяснять, на что обращать внимание, что нужно громче говорить. Какие интересные услуги, допустим, финансовые, именно интересуют пенсионеров, а не школьников и студентов. На первом же занятии слушателей учат экономить. Но не затягивая пояса, а за счет страхования, возврата налогового вычета и других инструментов. Впереди ликбез по кредитам и вкладам, социальным льготам, например, на приобретение лекарств. Отдельный блок посвящен онлайн-платежам, полезным мобильным приложениям и другим современным технологиям, которыми пенсионеры пока практически не пользуются. И, конечно же, на занятиях им расскажут, как не попасть на удочку мошенников. Последние действуют все изощреннее. Мы должны аудитории предупредить, что технические средства не несут только одно благо, они могут быть и очень достаточно опасными. Поэтому мы к этому должны аудиторию подготовить. Занятия будут проходить раз в неделю в течение месяца. Все объясняется на пальцах пошагово. Например, как оплатить коммунальные платежи, не выходя из дома. Пенсионеры не только слушают, но и выполняют практические задания. А помогают им преподаватели и студенты-волонтеры. Ставропольских журналистов учили идти в ногу со временем. В СКФУ прошел обучающий семинар для редакторов и рядовых сотрудников районных изданий. Осваивать новые технологии приехали гости со всех уголков Ставрополья. Здесь им рассказывали и показывали, как и чем привлечь современного читателя к своему изданию. Участники семинара разбирали все тонкости работы журналиста с текстом, начиная с заголовка. Но основной упор организаторы сделали на создание мультимедийных проектов. Мы показываем им, какие существуют современные программы, бесплатные сервисы, на которых можно делать подобные продукты. И причем делать их достаточно быстро. В ходе занятий слушатели могли создать собственные проекты с фотографиями, видео и гиперссылками. Многие советы они взяли на заметку, чтобы стать ближе и интереснее своему читателю. На творческом небосклоне из КФУ зажглись новые звездочки. В университете прошел галоконцерт конкурсов «Творческий дебют» и «Палитра талантов». Он объединил самых ярких студентов первых курсов вуза, а также кураторов академических групп. Жюри отсмотрело более 200 номеров, и только лучшие из лучших смогли продемонстрировать свои таланты со сцены федерального. Были представлены самые разнообразные стили и направления. От академического вокала до сложных акробатических этюдов и жонглирования. Зажигательные кавказские танцы сменялись музыкальными композициями. В этом году очень популярно литературное направление. Более 200 студентов приняли участие и читали стихи, свои авторские произведения, художественное слово. Играли на инструментах. Вот это, наверное, такие направления, которые менее популярны были в прошлые годы. А на сегодняшний день это прям нонсенс. И открываем наш галоконцерт мы с криткой, чего не было данного. Еще одна особенность этого года – активное участие иностранных студентов в ВУЗа. Их выступления придали особый колорит концерту. Всех участников масштабного праздника ждут творческие студии университета, в которых ребята смогут реализовать свои таланты. На прошлой неделе внимание всех студентов было приковано к выборам. Но не политическим, а студенческим. Здесь выбирали, кто в университете будет представлять интересы обучающихся. Расскажем, как проходило голосование. А главное, кто из кандидатов победил. В СКФУ состоялось нерядовое событие – избрание председателя совета обучающихся ВУЗа. Того, кто будет представлять интересы всего студенчества федерального университета. Это первые большие выборы за два года. И они наверняка войдут в историю ВУЗа как самые массовые и непредсказуемые. За победу боролись четыре кандидата. Это хорошо известные активисты из разных институтов. Их выдвигала не администрация университета, а студенческие объединения. И у каждого было немало сторонников. У меня с самого начала был фаворит. Я не задумываясь проголосовала, потому что я с самого начала следила за его, так сказать, делами. Как он продвигал свой университет. За его предвыборными кампаниями. Он четко все нам рассказал на пресс-конференции. И сразу стало понятно, за кого нужно голосовать. На 15 избирательных участках в учебных корпусах и общежитиях ВУЗа с самого утра ажиотаж. Только за первые два часа свой выбор сделали 800 человек. Голосовал не только Ставрополь, но и филиалы ВУЗа в Пятигорске и Невиномыске. Чтобы получить бюллетень, достаточно было предъявить студенческий билет. За честностью и прозрачностью выборов следил студенческий избирком. Есть здесь наблюдатели присутствуют, члены участковых комиссий. Кандидаты могут находиться на участках, наблюдать за всем этим. При подсчете также наблюдать. Это все как на больших выборах. Голосование продолжалось до самого вечера. Главная интрига осени, наконец, разрешена. Студенческое самоуправление возглавит Кирилл Черкес. Ему отдала свои голоса почти половина избирателей. Последние 9 месяцев он исполняет обязанности председателя совета обучающихся. И уже успел доказать, что достоин доверия студентов ВУЗа. А на очереди наша традиционная рубрика «Стутвит». Как всегда, мы подготовили для вас лучшие фото с хэштегами «Скайфу» и «Студенты Скайфу». И сегодня все они посвящены достижениям наших студентов. Первое место мы отдаем самым остроумным представителям ВУЗа – команде Михаил Дудиков. Ребята стали чемпионами межрегиональной Донской лиги КВН. Молодцы, так держать. Следующим наше поздравление принимает Эрстем Шоров. Недавно он вернулся из Симферополя, где проходил финал национальной премии «Студент года». Эрстем стал лауреатом в номинации «Спортсмен года». И тройку лидеров замыкает пост от будущих инженеров. Они стали победителями в региональном этапе чемпионата по решению кейсов от компании «Еврохим». Финал их ждет в Москве. Хотите, чтобы и ваши фото были в Восблоге? Тогда публикуйте посты с хэштегами «Скайфу» и «Студенты Скайфу». Больше полезной информации на официальном сайте ВУЗа. Я же шлю вам свое студенческое пока. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин